Привет-привет! С вами снова канал Hi English, всеми любимый канал для изучения английского языка. И сегодня мы будем рассматривать 17-й грамматический урок по книге Language Practice Elementary, автор Майкл Уайнс. И сегодня мы сравним два времени, то есть два времени, которые мы с вами изучили. Это present perfect и past simple, present perfect, акцент на результат, то, что произошло недавно или только что, есть результат. И past simple, где акцент делается на время, 8 o'clock. He left when at 8 o'clock. Здесь нас интересует время, когда. When? He left at 8 o'clock. When? Итак, что же, начнем? Let's change, change, we need to change something, I think, here. Итак, contrast. Contrast противопоставления двух времен. Итак, present perfect. We know that this is recent. Что recent? Sorry, he isn't here. He has left. Апострахов с означает has здесь. Sorry, he isn't here. He has left. Извините, здесь его нет, он ушел. Есть результат. Какой результат? То, что он ушел, его отсутствие. We know that this is recent. То есть present perfect делает акцент на то действие, что произошло недавно или только что. We do not know the exact time. Мы не знаем точное время, когда он ушел. When? When относится только к past simple. Past simple. We know exactly when he left. Мы знаем, когда он точно ушел. Sorry, he isn't here. He left at eight. Он ушел в восемь. Итак, здесь, когда мы употребляем present perfect, мы не знаем точное время, когда действие произошло. Для нас остается только результат этого действия. Вот. А точное время неизвестно. Так, дальше. Present perfect. Роналдо has scored a goal. Роналдо забил гол. То есть есть результат. Какой результат? Забитый гол. Роналдо has scored a goal. Has scored a goal. We are interested that he has scored. Мы заинтересованы в самом действии, в самом результате, в том, что гол забит. Время, когда гол забили, две минуты назад или минуту назад нас здесь не интересует. Или 20 секунд назад. Мы знаем, что Роналдо забил гол. Португалия лидирует. Роналдо has scored a goal. We are not interested in when he did this. Дальше. Когда мы употребляем past simple, нам нужно сделать акцент на конкретном времени, когда произошло действие. Здесь акцент сделан на времени. Мы конкретизуем, мы показываем время, когда действие произошло. А Роналдо забил гол на in the, на, смотрите, мы говорим на, у них говорят in the, на второй минуте матча. We are interested in the time when he's called. Нас интересует время. То есть present perfect. Время нас не интересует. Past simple. Время нас как раз и интересует. Следующее отличие. Present perfect. I've broken my pen. Now I can't try it. То есть я сломал ручку. И как результат моего действия, result, я не могу писать. То есть действие произошло в прошедшем, но результат, он связан с этим present, с настоящим. This explains why we can't do something now. То есть это предложение объясняет, почему я не могу что-то делать now, сейчас. А now это present. Как ни крути. То есть present perfect всегда связан с настоящим временем. Я что-то сделал в прошлом, не так давно, только что или недавно. И это что-то, оно связано с настоящим временем. Я не говорю, когда я это сделал. Я просто говорю, что я это сделал. И оно связано с настоящим временем. Дальше. Past simple. I broke my pen at school in the math test. Здесь мы говорим, когда я сломал на математике. И я не говорю, я не употребляю present perfect. Почему? This explains what happened. Потому что я акцент делаю на том, что произошло. What happened. Where. Где оно произошло. И when it happened. Когда оно произошло. Но меня не интересует результат здесь. Я просто констатирую сам факт. I broke my pen. Когда? At school. In the math test. I broke my pen at school in the math test. Я не хочу сделать акцент на том, что у меня сломана ручка. Я не могу писать. Я просто делаю акцент на том, когда я сломал ручку. I broke my pen at school in the math test. И следующее отличие. Present perfect. Я вам уже говорил в предыдущих видео, что present perfect используется, когда мы говорим о нашем опыте. То, что мы... Чем мы можем похвастаться. This is a question about our experiences in the past. Например, мы можем задать вопрос. Have you been to China? Вы были в Китае? Yes. Это вопрос о опыте. Запомните, когда вы говорите, спрашиваете о опыте, тогда вы используете это время. Present perfect. Present perfect. Past simple. Опять же таки, когда вы используете past simple, вам интересно when, когда. Ответ на вопрос when, когда. Если вы ставите вопрос, начиная с вопросительного слова when, когда, здесь тут же вы будете употреблять past simple. После when вы всегда, почти всегда употребляете past simple. Я не говорю о continuous. When did you go to China? Когда вы ездили в Китай? I went in 1998. Здесь мы употребляем past simple, потому что здесь вопрос о времени. Когда вы ездили? Мы делаем акцент на время. Present perfect. Акцент делается на опыте. Есть ли у вас опыт пребывания в Китае или нет? И дальше been и gone. Been и gone. Что такое been? Что такое gone? Смотрите. Been и gone. Been – это третья форма глагола быть. Первое – это be, потом was, I was, he was, she was, it was. И потом were. They were, we were. And the last is been. Третья форма been – был. А gone – это ушел, уехал. Go – уходить, идти. Went – ушел вчера, например. И gone – третья форма. Смотрим. Been – это был. Что это значит? Он был, но уже вернулся. Не просто он улетел, но обещал вернуться, а он уже побывал где-то и уже вернулся. Kate has been to school. То есть, когда у вас такое предложение Kate has been to school, например, да, тогда это означает, что она побывала, она была в школе. И подразумевается то, что она уже вернулась. She went there. Она пошла туда and came back. И это значит, she is at home now. Она сейчас дома. Потому что это present perfect. Мы говорим, а сейчас? Она была в школе. По состоянию на сейчас она уже сходила в школу. Went there and came back. Пришла назад. Been – была. Но уже вернулась. Но когда вы скажете, Kate has gone to school, Это, опять же таки, по состоянию на сейчас, present perfect, это предложение говорит о том, что Kate has gone to school, говорит о том, что она ушла в школу. Она была, первое предложение, в школе. Kate has been to school. А здесь Kate has gone to school. Kate ушла в школу. То есть, это значит, что она сейчас не дома. She is not at home now. Diana, she is at school. Так, думаю, все ясно. Еще раз, present perfect. Мы употребляем тогда, когда мы действие, точнее, не действие, а результат. Делаем акцент на результат, result. И когда говорим об опыте, experience, опыт. А past simple мы употребляем тогда, когда мы хотим сказать о времени, о том, когда произошло действие, когда. Когда – это давно, обычно. Past simple. Так, и сейчас мы сделаем несколько упражнений. Смотрим на упражнение. The first exercise. Choose the best picture. A, F for each sentence. One, six. You have six pictures. And we need to choose the best. For example, here. The first. I lived there for ten years. I lived there for ten years. Я жила там на протяжении десяти лет. I lived there for ten years. Это и. Мы смотрим на пожилого человека, и он говорит это предложение в прошедшем времени. То есть, что это означает? Смотрите, здесь for ten years. На протяжении десяти лет. Но с предлогом for мы можем употреблять как past simple, так и present perfect. Но, зависимо от того, что мы будем употреблять, скажем мы ли I lived there for ten years, или I have lived there for ten years, будет зависеть понимание предложения, смысл предложения. В этом предложении мы хотим сказать, что человек уже в этом замке не живет. И это такая ностальгия. Он просто констатирует факт, что раньше он там жил. Помните, я говорил, что past simple передает оконченное действие. То есть, действие уже закончилось. Оно уже больше не протекает. Оно уже больше не актуально. I lived there. Я там жил на протяжении десяти лет. Это значит, что больше я там уже не живу. Если бы я сказал I have lived there for ten years, это значит, что я уже живу десять лет. Я жил десять лет, и я живу еще сейчас, потому что это present perfect. Смотрим второе предложение. I have lived here for ten years. Вот оно предложение. Опять у нас есть for. Из этим for мы можем употреблять и present perfect, и past simple. I have lived. Это present perfect. Значит, человек еще тут живет. Где у нас? Картинка подходящая. Наверное, F. То есть, здесь покупки, здесь кто-то уехал, здесь кто-то опоздал, здесь кто-то забежал в класс. А здесь человек говорит о том, что она уже здесь живет на протяжении десяти лет. Картинка F. Итак, третье предложение. Pat has gone shopping. Помните? Has gone. Это уехала, и ее сейчас нет. А has been. Это она уехала, и уже приехала. Pat has gone shopping. Ну, наверное, это картинка. Чук-чук-чук-чук-чук. Она has gone shopping. Вот только что уехала. Потому что present perfect передает действие, которое произошло недавно, или только что. Pat has gone shopping. Картинка B. Мы видим, что она has gone shopping. Ее здесь нет. Она уехала. Но когда мы скажем Pat has been shopping, это значит, что она совершала покупки. То есть, она совершала покупки, но она уже приехала. Has gone. Это она уехала, и не приехала еще. А has been. Это она уехала, и назад, что правильно, приехала. Вот первая картинка. Видите, она выгружает свои вещи, свои покупки. Pat has been shopping. So, picture A here. Pat has been shopping. Следующая, пятая картинка. Не пятая картинка, пятое предложение. We have missed the bus. Мы пропустили автобус. Но видим, да. We have missed the bus. Мы вот только что пропустили автобус. Автобус чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Уехал. Вот. И они только что пропустили автобус. Есть результат этого действия. Еще раз. Говорю, что present perfect делается акцент на чем? На результате. На результате какого-то действия. Хотя действия в прошлом, но оно только что, недавно произошло. Они только что не успели на автобус. We have missed the bus. Картинка C. Ставлю C. И we missed the bus. Мы пропустили автобус. Это не только что. Это мы просто константируем факт, что мы пропустили автобус. Но сейчас это уже не так, не настолько актуально, как в этой картинке. На этой картинке. То есть здесь картинка будет D. Мы, как здесь написано, что this explains what happened, что случилось. Когда мы объясняем, что случилось, то есть наше опоздание. Мы, например, дети опоздали. Конечно, учителю интересно, почему они опоздали. И они объясняют what happened, что случилось, почему они опоздали. Потому что они missed the bus. Они пропустили автобус. То есть мы объясняем, почему что-то случилось. Мы не говорим о новости какой-то. Вот мы пришли только что. Это новость. А то, что опоздали слишком, это уже не новость. Это объяснение того, почему это так случилось. This explains what happened, where it happened, when it happened. Вот здесь. Запомните этот нюанс, когда вы объясняете кому-либо, что случилось, почему это случилось, и когда это случилось, где это случилось, то вы употребляете past simple. И так, еще два упражнения. Давайте так, сейчас я прочитаю, что нужно сделать, и вы сами попробуете сделать упражнение. The second exercise underline. Нужно подчеркнуть the correct verb from each sentence. Нужно подчеркнуть правильный глагол с каждого предложения. Can I have another book? Можно мне другую книжку? Can I have another book? I have read или I read this one? Конечно же, I have read. Здесь подчеркнуто. Нужно подчеркнуть правильную форму глагола. Итак, давайте, вы останавливаете видео, делаете эти упражнения, потом нажимаете, убираете видео с паузы и проверяете, насколько вы правильно или неправильно сделали упражнение. Также не забывайте подписываться на канал, если вам нравится английский язык, если вам нравятся эти видео. Пожалуйста, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам за это большое. Итак, продолжаем делать упражнение 2. Точнее, начинаем его делать. I am not ready. Я не готов. Я не готов. Сейчас я не готов. Почему? I haven't finished my homework или I didn't finish my homework. I am not ready. I am not ready – это результат. То есть я не готов. Почему? I haven't finished my homework. Есть результат на лицо. Сейчас я не готов, потому что я не закончил мое домашнее задание. задание. Так, третье предложение. I can't find my wallet. Wallet – запишите это слово. это бумажник. I can't find my wallet. I think – мне кажется, я его потерял. Да? То есть, есть результат, что-то утеряно или мне кажется, что что-то утеряно. Конечно же, present perfect. I've lost it. Есть результат, результат на лицо, отсутствие бумажника. Четвертое предложение – это вопрос, вопрос did you eat или have you eaten? Смотрите, когда вы did употребляете, то глагол у вас будет в первом, в первой форме, в инфинитиве, но когда вы have или has, глагол всегда будет в третьей форме. Запомните это. Итак, did you eat last night? Have you eaten spaghetti last night? Как думаете, что будет? Правильно, нужно смотреть на маркеры времени. Last night – это прошлой ночью или прошлым вечером. И у нас есть маркер времени, поэтому мы говорим о времени. Поэтому did you eat last night? Вы кушали прошлым вечером? Did you eat last night? Пятое предложение – Harry left или Harry has left at 10.30. Опять же, мы обращаем внимание на маркеры времени 10.30. То есть, что будет? Правильно, будет past simple, потому что past simple делает акцент на конкретном времени. шестое предложение – Harab, Jim. Твой патрукопист, Jim. You didn't start. You haven't started. Твой, Jim, патрукопист, ты еще даже не собрался, не начал что-то делать. You didn't start. Нет, you didn't start – это когда мы употребляем какое-то время. Когда you didn't start? А здесь you haven't started. Есть результат, точнее, отсутствие результата в английском языке – это тоже результат. Harab, Jim. You haven't started. Okay, fine. Нам седьмое предложение – Did you see or have you seen the match on TV last night? Смотрим на что? Правильно, на маркер времени. Поэтому Did you see last night? У нас указано конкретное время. Если указывается конкретное время, тогда мы употребляем past. Дальше, третье предложение – complete the sentences with the past simple or present perfect form of the verbs in brackets. То есть, мы берем эти слова в бракетс, в скобках, и нужно поставить или past simple или present perfect. Давайте сделаем это. Итак, Where did you go for your holidays last year? У нас есть маркер времени last year, поэтому мы будем употреблять… I can't play anymore. Я не могу больше играть. Почему? Потому что что-то сейчас со мной произошло. Hurt. Смотрите, слово hurt – это травмировать. Да? Травмировать. Hurt. Травмировать. I только что. I have I have just I have just hurt I have just hurt my foot I have just hurt my foot Я только что травмировал мою ногу. I have just hurt my foot. Третье предложение. Jane is a famous writer. Jane известная писательница. And write over 50 books. Помните, я вам говорил, что когда вы говорите о том, сколько вы чего-то написали, тогда вы используете present perfect. Вы как бы хвастаетесь тем, что вы просмотрели за свою жизнь 2000 фильмов, написали 5 книжек и побывали в 20 странах. Говорите о количестве, это как бы ваш опыт, и вы еще можете побывать, потому что вы еще живы, да, это present. Если мы говорим, что Шекспир написал там 46, 43 или 36 пьес, то тогда мы будем говорить о past simple, потому что Шекспир написал и умер и больше уже не напишет. Но здесь, когда вы говорите, что кто-то написал более 50 книжек, он еще может написать из, то есть здесь из сказано, она известная писательница, тогда мы будем потреблять present perfect. Еще раз, количество present perfect. Jane is a famous writer and has written has written over 50 books. Четвертое предложение. Sorry, I not my letters yet. Когда у вас слово yet, вы употребляете present perfect. Извините, но я еще не закончил мои письма. Sorry, I have и not I have not finished. Можно сокращенно написать. I haven't нужно даже. Haven't finished my letters yet. Пятое предложение. We had a great party last week. У нас была чудесная замечательная вечеринка. Great party party это вечеринка. Last это прошедший. На прошедшей неделе who you invite. Кого вы пригласили. Смотрите, мы говорим о конкретном времени в прошлом это last week. Поэтому мы будем спрашивать прошедшем времени. Кого вы пригласили. Who did потом после did кто вы you и infinitive invite. Никаких id не добавляется. Когда есть did идти добавляется только past simple в утверждениях, утвердительных предложениях. Дальше шестое предложение. Where you meet Sam? Was it at the spot center? Где? Мы спрашиваем где ты встретил. То есть мы знаем, что человек встретил Сэма и мы уже спрашиваем детали. Когда мы спрашиваем детали какого-то действия, о котором мы знаем, это не новость, тогда мы будем употреблять present or past simple. Where did you meet? Where did you meet? Where did you meet Sam? Was it at the spot center? Это правило вот это. Когда мы объясняем what happened, что случилось, where it happened and when it happened. Peter not play basketball fair month. Смотрите, есть Peter и он не играл в баскетбол уже месяц. То есть действие актуально сейчас. Он будет играть в будущем? Наверное, будет, но мы акцент делаем на том, что уже месяц он не играет. So Peter это он hasn't будет present perfect. Hasn't played hasn't played basketball for a month. То есть Peter он еще жив, он еще может играть в баскетбол. И уже месяц не играет, месяц это не так много. Hasn't played это такой сложный случай потребления. Итак, всем спасибо за просмотры, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Спасибо, пока.